Здарова, бродяги-работяги! А сегодня дихтуром буду я, Волчан Штурмовиков. Итак, киностудия Злой Казах еле фильм при финансовой поддержке фонда Порванных Занавесок кстати, если чё, рвал их не я совместно с продюсерским центром Аракунян Медиагрупп Продакшн кстати, Аракуняна бы я слопал представляет выживальческий, остросюжетный, фантастический, истерический сериал ПМС-500, серия номер 31 Кав-кав! Ну, здравствуйте, ребятки-девчачки я категорически рад вас всех приветствовать на своём канале Жук Муравейники, за вами дядя Жук Великий Ужасный сейчас будем смотреть 31 серию моего челленджа ПМС-500 спасибо гражданину Волчану за проведённый анонс итак, если мы все помним в прошлой серии я остановился на том, что собрался заползать на вершину Волчачьей горы имени того самого Волчана Штурмовикова ну что, Ватсон, вы готовы? вас просили в избежание метеоритных дождей сегодня быть на ракете если вы готовы, то... метеоритных дождей о, всё как просили загружаемся так, ну я, значит, в пещере оставил тут, по-моему, часть своего барахла да, и нам предстоит забраться на вершину так, спальник у меня с собой с собой, ну, вроде, спальник с собой поэтому нам сейчас нужно большому пыли и желательно не замерзая это уже не какие-нибудь там азы выживания да, Ватсон, вот вы нам сейчас на ракете ай, а почему эта музыка? должна же быть не эта музыка Ватсон, в чём дело, где наша музыка? Ватсон, а чё вы какие-то макароны? вот, вы на ракете должны летать вот, всё, макароны какие-то включились я знаю, почему макароны включились потому что звук ракет очень короткий а после этого включается мой дефолтный плейлист в котором первыми стоят макароны так, ладно, макароны все хорошо не, короче, чё-то так дело не пойдёт я тут простоял очень долго пока мы тут с Ватсоном тупились ракетой и макаронами начался пиндец но он ещё не начался, но он уже близок поэтому мы идём греться мы с Ватсоном идём греться в срочном порядке я не хочу, как вчера не хочу, прощайте, 3 хп не, не хочу, они мне дорогие, как память поэтому нафиг назад в норку греться да, чё-то как-то всё пошло не так, как планировалось изначально планировался лёгкий пролёт на ракете вместо этого не получилось лёгкого пролёта на ракете ну давай сейчас поспим а высь погод станет, может, чуть потеплее нам как-то надо не замерзать слушай, а чё так быстро замерзает? так ощущение, что я вообще как будто голым да не голым я хожу а чё тогда так оно замерзает? а чё такое? а потому что, дядя Саш, надо не тупить, понимаешь не заниматься вот этим вот Ватсон, полетели на ракете вот, а надо быстренько а бы шум и пыли вон, минус 21 ну, блин вот ещё и бегать особо тоже не побегаешь ай, всё-таки придётся тебе побегать да, придётся я не знаю, костёр, что ли, сейчас будем ли сейчас костёр разводить около этого около нашего, понимаешь ли ну, тогда давай, ладно возьмём дров тут пещеры рядом есть можно, в принципе, пещеры отогреться ну, давай, разведём огонь давай выпьем горячего да придётся, наверное вот, смотри, грибы а то чё-то как-то вроде тут и два шага-то пройти всего то до тросика-то всего два шага пройти не, ну, если бы Ватсон, конечно он бы залетел, вот, понимаешь ли ну, не, Ватсон залетел это как не очень как-то словосочетание Ватсон залетел как-то звучит не очень и куда-то нас отсылает к недавнешнему заявлению европейского суда по правам человека которые сказали, что, дескать надо вам как-то решить там проблемы всё-таки с однополыми браками рекомендовали юридически решить они, конечно, говорят, понимаем у вас там конституция не позволяет но вот как-то это вот в плане Ватсон залетел нет Ватсон залетел отставить так, книга выжить на связом воздухе Си Джей Адамс блин, надо ещё истории Си Джей Адамса придумать как он написал эту прекрасную историю так, давай разжигаем всё, Ватсон залетел мы отменяем Ватсон залетел на ракете вот, и никаких больше Ватсон залетел только если на ракете на ракете можно но ракета у нас только у Ватсона где-то там в его фантазиях каких-то Ватсоновских наверное, из метро и он, наверное, вылетел на ней из метро так, температура минус 4 это нам не подходит ну давай уголь я тебе один подарю так, это нам теперь подходит теперь поскольку у нас по воде есть небольшого рода вопросы точнее, как вопросы у меня банки маленькие поэтому еще пока все воды сделаем пока она будет греться мы с Ватсоном перетрем мы с Ватсоном перетрем как нам быть кому кому из нас на ракете так, есть еще одна есть так, наверное давай я здесь час посплю костра чтобы быть полностью бодрым и веселым вода готова мы ее забираем теперь мы спим у этого прекрасного костра так, один час 19 минут тепло ли тебе девица тепло ли тебе синее да как же я по пепельному тканьон еще буду теперь колесить да как же я буду колесить по пепельному когда ты можешь чай себе греть потому что тебе, как ты знаешь от чая никакого прикура да, знаем костер превращаем в факела может на обратном пути когда спущусь да, я их наверное соберу вот и смотри какая чудо метель начинается давай факел с собой возьмем так, что там грибы готовы грибы забираем банку забираем чай готов чай пьем банку забираем так, все мы с Вацаном немного подогрели себя берем факел что там кастрю сколько гореть 11 минут еще один все, пошли так, спальник с нами спальник с нами все ну, факел сейчас может быть даже погаснет минус 11 но тут вроде уже прям, ну, совсем близко должен я все-таки смочь минус 21 ну, смоги я не знаю залезь шприц сейчас наверху найдем можно пока им сразу не колоться оставить его на крайний случай а случай, я думаю, еще наступит вот, значит на вершине быстренько все соберем и назад до поляны оленей а там пещера и через пещеру пепельный каньончик не знаю сегодня все за серию спели нету скорее всего да, давай мы не будем торопиться давайте мы будем как-то аккуратненько осторожненько внимательненько с чуйством с толком с расстановками нужными аккуратно не спеша двигаться в выбранном направлении вот, смотри ты уже замерз чуть-чуть а это о чем говорит? о том, что можно не жопы шмичить вот этот чай да потому что если ты до пепельного каньона все-таки дойдешь а я до него ралли поздно дойду там будет очень много всевозможных чаев рейши собран то есть грибов там будет собрано их там много раз пепельный каньон он очень богат грибами рейши там их прям много так дрова мне тоже пригодятся потому что еще придется костерок там организовывать ну вот она вот она длиннющий трос вот по нему мы еще и полезем спиратура минус 21 жаль, конечно факел нельзя себе никуда заткнуть за поезд там или я не знаю слушай, а что вообще ты жрать будешь? что у тебя поедем? тимофеевка спасительная тимофеевка так, что у нас там стамина полная ну, насколько возможно все, полезли здравствуй волчья гора ватсон не надо а то он сейчас опять макароны включит он сейчас опять макароны включит можно остановиться на этом уступе собрать на нем какие имеются дровишки уступ минус 25 ну да ну да стамина почти полностью вернулась а тут блеск то на эту что будем залезать давай залезем тому что же дрова есть есть на рим дрова но есть какие-то жалкие жалкие палки мы их соберем желки палки нормально лезем я помню я давно еще до релиза игры застрял на уступе здесь на волчьи горе но тут не на этом и на другом там где можно трос привязать вот тут вот вот тут вот там он вот вон там вот справа можно трос привязать но я привязал поспал на уступе и все о вершина сейчас вот эту пещеру первым делом забежим там а какой-нибудь руководству бабах подберем там чувачок сидит у него нужно чем подобрать ну это понятно до вершины я дошел дайте до вершины это еще так пол дело потом отсюда еще надо вернуться типа как живеньким живенький ты мой сейчас пещере можем с тобой поспать вот на пещеры голодный говоришь ладно но в этой пещере еды никакой не будет еда к камни здесь будет на вершине крекеры чай кофе все больше тут на незваном гость ничего нету крекеры чай кофе никаких и рфов ничего такого тут разумеется нету и быть не может это хоть и не незваный гость но это как будто бы вот руководство бабах мл фишер так вот фишер тоже у нас тут руководство бабах написал про него бы тоже надо какую-то историю рассказать какую-то историю про него надо про гражданина фишера ну это потом сейчас что-то какое-то напряжение высокой напряжение высокой потому что когда в каньон придем будем придумать историю про этого l lm или кто он там вот еще историю про sg адамса потому что история про мл фишера а потом еще история про ботт кто там лоуис лоуис у всех сложный блин имена фамилии так давай спим два часика вот то греваемся не уже двигаемся непосредственно в хвостичек хвостичек непосредственно ой там метель какая-то началась так все как-то это это все это не вовремя а на поляне олени чё я буду есть на поляне олени на поляне олени олени то нету да есть я могу только волков а волки у меня не скоро вот по причине того что еды немного я не могу здесь долгое время торчать на вершине поэтому придется двигаться отсюда быстро назад буквально ночку здесь одну просидеть и едь от седова на поляне олени можно встретить волков но их там тоже немного ты потом еще учти что ты когда выйдешь пепельном каньоне там тоже еда тебе с распростертыми объятиями не встретит да я понимаю да ну я крекер отсюда притащу буду жрать крекеры дровец побольше набрать точнее палочек чтобы не тратить калорий на ломание ящик в ящике там есть но это же это же минус калории а у нас тут каждая калория калориям каждая на счету ну а пепельном каньоне что ну там есть рыбалка да да ну ты как говорится еще поймай эту рыбалку ну да для начала трубу надо поймать там медведь но медведь только наверху дом бригадиры конечно туда пойду ну волков там достаточно много внизу лося можно встретить ну вот тоже сами понимаете такая зверюга неоднозначная так вот она она вершинка вот он он хвостик смотрим что тут есть вот дрыночка есть так ну чё давай день его здесь костер разведем да давай давай разведем огнивком сто процентов слушать еловых 90 от кедровых сто процентов огнивом забав не забав нет ска вся подарки будем будем подарки открывать контейнеры там подарков будет там подарков немного будет в контейнерах слегонца но наш самый главный подарок мы знаем какой да наш самый главный подарок называется шприц вот его и над найти сейчас водичек вскипятим отогреемся поставим новую по парт партию и пойдем тогда уже пили пилить шур пилить золотые контейнеры лишь бы ножовка не сломалась так но здесь как видите контейнера нет а вот один контейнер 2 но вот в этом будет уже наверно нахрен все пусто вот здесь кофе этого нету с одеждой да есть разумеется есть сигнал как ой здесь тяжелый молот лежит так вот здесь лежит огниво так а где у нас шприц в контейнере будет я чуть не помню где здесь шприц в контейнере с медикаментами сейчас узнаем где шприц лежит повязка а нет шприц не здесь то есть он где-то должен валяться в сторонке получается в контейнере с медикаментами его не оказалось кожа а вот кстати кролище шкурка очень мало мне кролище шкурок дали так а шприц по моему где-то здесь за ящиками будет вон он помню с той стороны подсвечивается так тут у нас углу 8 выстрелов блин а ты экономил ракету а тут целых восемь штук нашел а ну ты дятел а пилошные выходят и вот он шприц да ура дали шприц так ну и что тот контейнер мы открыли теперь кроме слуха поглядим чё там с ножовкой вдруг она сейчас ломается так бы не хотелось чтобы она поломалась здесь у нас кофе и чай ножовка ножовка 48 процентов да хватит мне осталось всего а нет четыре дверцы у меня нет пять дверцев считает здесь крекеры тоже не густо вот в этим наверное будет пусто так что давай пилить вот это здесь вам в каком-то будет лежать одежда ага немного одежи дали а тот вам контейнер у шапку а и порванную дали шапку до шапка порванная до повязку дали повязку дали целиковую а чем шапку ну шапка ладно чем не нужно было мне нужно было повязка вот повязку дали за повязку спасибо повязки у меня не было и портков вторых меня до сих пор нет зато носки получишь нашел так и но у меня нету только портков и осталось найти только портки в принципе все есть кроме портков мне осталось найти только вторые портки Вторые портки Ты можешь себе больше нигде не найти Да Я тебя хочу огорчить Может случиться так, что ты хрен их найдешь Так, ножовка у нас числится 33% Я остался Ну вот в этих контейнерах, по-моему, будет пусто Там, по-моему, жрачка уже разрушилась И исчезла Да А в этом А в этом не знаю А может они пустые изначально Да нет, по-моему, там что-то... А, о, о, все Все, вот все, вот все, что тут есть Так, а вот тут у нас Если сюда подлезть, что у нас тут лежит Ничего тут интересного Не лежит И спичек тут нихрена нет Эти ящики можно попробовать поломать У меня есть тяжелый молоток Трупешник еще внизу К нему можно сходить Вот и все Вот и вся еда, дядя Саш Не густо Весьма Из полезного что здесь? Кофе Так, до закипания две минуты Давай мы их заберем Слушай, а тут в контейнерах даже воды нету Ну, там я ботинков каких-то набрал Их можно разобрать Так, что жрать будем? Жрать будем пока вот этот Кофе у меня 15 штук Чая у меня Только одну коробку я достал Вот чаем будем согреваться Крекеров у меня Четыре штуки Хорошо Так, носки Собрать Так Так Шапку К сожалению Собрать Че там? Закипаем две минуты Забираем Еще ставим В воду Так, остру пять часов Что там у нас с тобой еще? Так, рукавички им тоже Кирдык их тоже собрать Бронежилет Но бронежилет мне тоже не нужен Сколько я буду собирать? 20 минут Собрать Так Давай мы сейчас с тобой повязку Починим Действие Ремонт И напялим ее Плюс один градус Плюс один градус Нам Лишним не бывает В нашей жизни Это я вам точно говорю Так, окей Теперь носки сюда Шерстяные Напяливаем Сейчас мы их тоже чиним Вот Они у нас хреновенькие Мы их ремонтируем Ну, за носки и повязку спасибо Так Эти тогда действия собрать В общем, где-то полто Ну, чуть больше одного градуса Я здесь получил Дополнительного Дополнительного тепла Как не удалось? Вы серьезно? У меня же тканей мало Не надо мне, не удалось Так, ладно Продолжаем жрать Продолжаем пить воду Еще к трубцу вниз Ну, к трубцу вниз Мы сейчас ходить успеем Так, древесина Палочки Дрова и дрова Что будем собирать? Будем собирать вот эти вот Самоплясы Час пятнадцать Блин, что так долго? Час пятнадцать, а? Так, теперь будем собирать кроссы Тоже час пятнадцать Тоже час пятнадцать Все, пора ложиться спать Че еще осталось собрать Из того, что я не ношу Только куртенку Действия Собрать Час тридцать Нет, сейчас я ее собирать не буду Собирать ее буду потом Сейчас мы пока ляжем банки Так, я заберу банки Не дай бог я их забуду И встряну я где-нибудь На полпути Еловую дыру Так, один часов Все Один часов нас вполне устраивает Но придется наедаться Можно съесть всю Тимофеевку Беречь ее некуда И незачем Делать ей мне нечего Кроме как и есть Шкур мне дали Да, кролячек Одну дали кролячь шкуру, кстати Одну Да Это мало Ну ладно Я ее пока с собой поношу Там посмотрим Куда его и везет Ну за линячий спасибо Волчачий Но волчачий ни к чему Волчачий, наверное, можно бросить Вообще здесь Потому что я ношу шубы из медведя А волчь шкуру Мне ни к чему Так что Волчу шкуру мы бросим А линячий спасибо, конечно Подгон басичий Засчитан Так Ну от перевеса-то мы избавимся Сейчас со временем Ну что, наелись-напелись Давай спать 8 часов, да? Да Баиньки на 8 часиков Так Починить Там еще Что мне починить? Можно сумку лосиной Починить Перчатки Починить Починить много Чего еще можно? Сейчас и починишь Ткани 10 штук Да ткани бы я не сказал Что у меня Прям много Это Костер 6 часов Годится Так Перчатки Пробуем А, вот это я Не собрал Точно Собрать Не, походные ботинки Мне явно не нужны Они мне ни к чему Все, да? Так Да Ну Сейчас пойдем Назад Даже можно не спать А напиться кофе Хотя Там усталость Сильно большая Сейчас погляжу Что там по усталости Ну еще пока нет Ну мне надо Починить Сумарь Вот Сумарь есть Теперь Перчатки Наконец-то сделать Чтобы они Ну правда Они будут новые Давать 1 градус Ну и бог с ними И поглядим Какой у меня Общий тепловой бонус Наверное Что-нибудь в районе 26 градусов Так и есть 26 градусов Ну конечно Не самый великий В мире тепловой бонус Ну Что делать Так И тут у нас Что с тобой Ой блин Книг Вот я тащу Вот книги Конечно Бы их бы А какая мне Вообще книга Полезна Да сейчас Тратить время На чтение книг Не стоит А про разведение огня Какое у меня Разведение огня Ну вот Разведение огня Годится Кулинарии Разделка Нет Стрельба Из лук Тоже Ток Если разведение огня Но это вообще Мне ни к чему Разделка Тушь Тоже просто Тупо сжечь И вообще читать Я даже читать Не смогу Тут хоть Бабах Я хоть почитать Смогу А это я даже Не почитаю Мне скажут Ваш навык Невозможно улучшить Тут еще иногда Бывает фонарик Фонарик Иногда тут лежит Ну Че ты его ищешь Даже если он лежит Ты его с собой Не потащишь Не Вот под этой Что-нибудь будет Какой-нибудь трос Может альпинистский Может металлолом Тоже ломать не буду Калории тратить не буду Так тяжелый молот Вот вопрос Вот вопрос Тащить ли мне с собой Тяжелый молот Тяжелый молот Я не знаю У него на сталкере Ниже бывает Этнический свитер А у меня здесь у него Нету вообще ничего Вообще никакого свитера Нет У него тут У него тут и не могло Ничего быть У трупа предка Че бывает А над кем там вороны крутят? Там еще один трупешник Ну давай посетим его Но вряд ли у него Что-то есть Я очень сомневаюсь Что у него есть Хоть что-то Но попробовать стоит В общем эти Идти на вершину На волчьей горы Просто так Если вы испытание Проходите Смысла нет Ничего тут Интересного Не найдете Вы потеряете Много времени И здоровья Вот если конечно Выживаешь Сходить можно Огни выдают Вот повязочку Я нашел Плюс один градусик Вот сколько у меня сейчас Иду здесь Лимбература По ощущению Речь Заберем Речь Пригодится Это в конце концов Способ себя согреть При движении С точки А В точку Б Или с точки Б В точку А Так Тут еще контейнер Есть у двигателя Там может быть Какая нить одежда Ну во первых У меня ножовка Может крякнуться Во время его распила Во вторых Не пойду я туда Ну что Если только могу Найти себе портки То есть я не нашел Себе только портки То есть плюс один градус Из-за плюс одного градуса И идти Подвергать себя Таким риском Опасностям Я думаю Не стоит Думаю Можно без этого Как-то обойтись Хвост Да вот же ж Да вот же ж Этот хвост В долине тихоряки Если я туда приду Есть шанс Что я еще найду Пару кролячьих шкур И типа сделать себе Могу из них Какую нибудь Рукавичку Но это если рандом Так распорядиться А шкуру мне вот тут Дали только одну Кроличью на вершине Если бы дали хотя бы две Думал может две дадут Но Две не дали Сказали обойдешься Я обошелся Так А что у нас тут Такого Одежда Вся Заюзана Вся По Самопресс Чинить не надо Да не надо Они пока хорошие Вот это Починить И будут Ну 0,2 0,2 градуса Выигрывает Ну я думаю Если все Починить То я еще Один градус Себе получу Дополнительный Если допустим Портки Заремонтируем Так Костер Палки Вот тебе 12 палок Так И что там еще Разделка Туш Тоже Сжечь Да 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 Сжечь Полкилограмма Так Портки Заремонтировал Ну допустим Шапку Заремонтируем Блин У меня ткани Мало Ну ладно В доме Позеленского Ткань найден Так Портки Заремонтировал Шапку Давай Это Заремонтируем И что Мы еще С тобой Заремонтируем И еще Заремонтируем Ну можно Вот это Заремонтировать Хватит Пока Ткани Оставь На повязочке Восемь штук Все равно Двадцать шесть градусов Тепловой бонус Ты представляешь Я себе так градуса и не дал Так Тогда нас это не устраивает Тогда давай дальше чинить Дольше давай чинить Давай Нежели хорошо И нефиг начинать Ты видишь Ты на всем этом Получаешь Плюс Ноль Один Плюс Ноль Один Ну что такое Плюс Ноль Один Это вообще Ни о чем Плюс Ноль Один Двадцать шесть Ну вот даже если ты сейчас носки починишь Опять будет плюс Ноль один Давай починем А вдруг там именно Не ну в принципе градус считает там Градусы В десятых тоже О Двадцать семь Ха-ха Ватсон Двадцать семь градусов Такие мы с вами добились Добились Такие Двадцать семь градусов Ну что ж Прекрасно Прекрасно Вот портки если найдешь Будет плюс двадцать восемь Найдешь портки Дехтер найдешь Все Не найдешь Я их теперь Не найдешь Портки Дасы До свидания Так Что делать будем Делать будем Костер горит Четыре часа Вот давай мы с тобой Два часа спим Потом Разогреваем Себе Томатный суп Потом Делаем себе Кофе И рвем Отсюда когти Вот я вешу Тридцать семь килограмм Это в принципе нормально Давай разогрев Томатного супа Производим Значит Не хочет Не хочет Автоматом Открываться Вот значит Томатный суп Сюда Мы значит С тобой Ставим Другую банку В ней Делаем себе Кофейного Напитка Даже можно Парочку Даже можно Троечку Так Суп мы Выпиваем Банку Бросаем Здесь Можно Факела Не доставать Се Из костра А достать Сейчас Какой получше Ну потому что Я сюда уже Точно не буду Приходить Мне тут Точно Нефига Ловить Я тут вообще Ничего не забыл Понятно Понятно Ага Это пойдет Так Шкура волчачьи Мне не нужна Нет Не нужна Все Гоу Можно дойти До ближайшей пещеры Там уже выспился Все я вроде забрал Да все Вроде Контейнеры Все открыты Эти оба Распилены Вот Сигналку Забрал Кстати Мне две сигналки Не надо Так Это бросить Действие Разрядить И тогда ее Можно выбросить Но мне ни к чему Две сигналки Не ну рассчитывать на то Что у меня медведь Одну сожрет Так Тут у нас Только антисептик Тут ничего нет Все Пошли Сколько у меня патронов Теперь для сигналки Один штук Блин А ты тогда зажал Один патрон Че ты его зажал А Сейчас бы было так Все хорошо Если бы тебя там Медведь не погрыз А Все было бы Просто прекрасно Теперь вот 58% Этот Взял-то Шприц 58% Здоровья Спальник Со мной Со мной Вот куда С этими 58% Здоровья Пепельный каньон Ну сейчас Можно сделать Там 73 Да Если У кого-то шприц Будет 73 Ну и 73 Так вроде Ничего Такая цифра В пепельном каньоне Если найду Это еще Плюс 15 Ну я же потеряю Там здоровье Я сомневаюсь Что мне там Удастся Вообще Не замерзнуть Ни разу Но тут Весь в чем Проблема Проблема В еде У меня еды Мало И надо вообще Двигаться Достаточно Живенько Нигде особо Долго Не торчать Потому что Еды у меня Мало Сейчас посплю Чуть-чуть Надо пиндюрить С другой стороны По темноте Тоже пиндюрить Ни хрена Ни айс У меня там Допустим 11 грибов Есть Когда выйду В пепельный каньон Немножко Тимофеевки Там пособираю Может быть В пещере Найду Какой-нибудь Хрень Типа персиков А ты мне скажешь Там под ящиком Персики могут быть Могут По-моему На незваном гостях Там хрен есть Они там на сталкере Ниже Короче ящики В любом случае Ломать не буду Потому что Ломание ящиков Это затрат калорий А персики Там по-моему Не такой уж Не такой уж Офигенный Дают нам Прикур Так что Не будем мы их Не будем мы Ломать ящики В надежде на то Что мы найдем Какие-то Извиняюсь Изображения Восратые персики Поэтому лезем Крекеры придется Жрать Да Крекеры жрать Придется Это по-любому Слушай А что ты так Медленно вниз Лезешь А Ну тростов Конечно Высоковат Да Тростов Высоковат Слушай Надо горячего Выпить Кофе Если Кофу горячего Если он еще Не остыл Сейчас узнаем Остыл он или не остыл Так Факел мой горит Быстро от него Зажигаем новый Чуть-чуть потеплее Так Теперь ищем Кофу горячую Холодный 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 Хорячий Ааа Хорошо Ватсон Ватсон Хорошо Хорошо Ватсон Как на ракете Покатались Да Все В норку В норк Дрэгдиспансер Во временный Норк Дрэгдиспансер Воaltra Чё это не сказал Нет Дрэгдиспансер Это другое Дрэгдиспансер Это не то Дрэгдиспансер Будет Когда на тебя Медведь Начнет нападать Вот тогда Начнется Дрэгдиспансер Кроликов тут Нету Они не живут В этом Испытании Поэтому нельзя себе ни шляпу С кроликой сделать Ни рукавички с кролика нельзя сделать Тут в этом плане Закрыто Дриспанцер Так, ну вроде на вершине побывал Пока просрал только 3% здоровья По-моему в прошлый раз Когда я ходил в этом В ПМС-200 я больше прослорал На волчьи горе здоровья Хотя не факт, может тоже примерно Процента 3, точно не помню Сколько я тут чего просрал Не, не помню Че не помню, то не помню Тут помню, тут не помню Так, в пещере достаточно светло Ну мы че Ну пока давай походим Пока факел горит Сейчас, а где тут мое барахло Найдем мое барахло Ну я не помню, где твое барахло Где-то должно валяться Я вроде клал так, чтобы мимо него не пройти О, терминатор заиграл Прикинь, сейчас еще барахло свое не найду Не, по-моему я его клал где-то недалеко от того От первого входа То есть сейчас раз, раз и мы с Ватсоном барахлишко нашли Нашли, там шкур медвежья Там вроде эти Клены, березы Че-то такое там валяется Еды там, конечно Нету никакой Так, а банки у меня есть? Ну одна точно Это не может не радовать А желудок-то говорит Желудок стонет, кушать просит Пойду-ка лучше я домой Так А где мое барахло? Ну где-то тут оно должно быть ближе к выходу Я вроде клал вот так Ну тут я был Дядь тут А, погоди Ее в дядю не заглянул Ты че в дядю не заглянул? Он тут лежит, понимаешь ли Как немой упор Дескать, вот что бывает с теми, кто в дядю не заглядывает Так, все, короче Пора лампу зажигать А лампу-то есть чем заправить? А то там еще по одной пещере потом идти придется Поэтому желательно, чтобы было, чем ее родимую заправить Так, Эд, куда я иду? Че-то я так Там факел мой горит, значит мне в эту сторону Ты давай тут еще в пещере у нас заблудись Это мы можем Это по нашему Так, сейчас че, к дяде опять выйду? Я тебя поздравляю, ты к дяде вышел Так, ну слушай, ну значит тогда Мне надо поворачивать где-то в другую сторону Если ты опять к дяде вышел Я вечно в этой пещере туплю Ну я направо еще уходил Значит пойдем налево Так, вот мои шкуры Значит здесь я сейчас буду Ба-ба-ба-ба Ооо, уголь, а почему уже уголь? Я его не собрал, что ли, в прошлый раз? Или что такое? Так, значит кладем здесь спальник А гасим лампу Так, нажираемся Тимофеевкой Нажираемся Нажираемся Ну в смысле, ну не то, чтобы прям уж нажираемся Ну так, слегонца Элитл Тимофеевки Лампу есть чем заправить? Есть Заправляй Заправил Прекрасно Слушай, а вот ножовку ты зачем тащишь? Я вот пока не знаю Нет, грызть, грызть нельзя Чай грызть нельзя Он немножко не грызется Его надо слегонца приготовить перед этим Так, восемь часов мы спим До поляна оленя в принципе тут дойти Как вы сами знаете, недалеко Но Но Там может быть минус 28 градусов И это уже получается Ёшки-кочерёшки далеко Чё жрать будем? Да давай Пока ничего не жрать Сейчас ещё мы тут посидим пару часиков Потому что в такую Прям вот в такую вот погоду Туда высовываться Я чё-то опасаюсь Нахрен Начинаем вот это пить Продолжаем пить И приготовим У нас тут ещё много Ну, короче Крекеры пока это Под-под-под-под-под-под Подождут Своего часу Да не, ну я их конечно Сейчас буду есть Что ж я буду делать-то Тут не катит есть на ночь Тут бонусы тости проморгаешь Ладно бонусы тости Здоровье начнёт пропадать От голода А возвращать его Ой, как нелегко А ты глянь Почти высохла Слушай, вот металлолом Тебе нужен с собой? Да я не знаю Ну пусть будет на всякий случай Что-то там починить Может ножовку починюем Так, спальник с собой А чё по весу? Лёгкий-лёгкий перевес Надо от него как-то избавиться Ну как мы от него избавимся? Чайку вот этому выпьем Да? Ага Всё равно Лёгкий-лёгкий перевес присутствует Шкура, блин 15% Хреновенькая шкура Ну давай Один металлолом выкинем Всё Так, спальник со мной Лёгкий-лёгкий перевес Прощай Ну просто там сейчас трос А погоди Может факел там есть какой-нибудь? Да нет Факелат, в принципе, три штуки А, вот банку ещё выкинем Так, сейчас подбирать ничего нельзя А то по тросу Нет, не залезешь Температура Минус здесь Годится нам этот фраерок Минус здесь Ну сейчас, в принципе, можно Поскоренькому По-быстренькому Спуститься до поляны оленей На прямки, так скажем Минус здесь погода годится Тепловой бонус Опять 26 градусов Смотри, что-то износилось И стало 26 градусов Что-то там уже истёрлось Что-то истёрлось уже Чинил, чинил И что-то истёрлось нахрен Что истёрлось-то? Что у вас тут истёрлось-то? Истёрлось у них тут что-то Так, давай сигналку возьмём Здесь может ходить медведь Потому что всё, хватит У тебя один с выстрелов Не жалей Не жалей Стреляй вообще во всех Во всё, что движется Вообще Пали во всё, что движется Дядьми Так зарядить её надо Да Стреляй вообще во всё Всё, побежали Минус здесь Сюда просто Миша заходит Бывает Бывает такой Заходит и говорит такой Привет Сегодня Да очень скверный А мы не виделись Наверное сто лет Бра И давай обниматься После этого А нам это Не нать Ещё иногда баг бывает Ракетница перестаёт целиться Ну Тут уж как говорится Я сделал всё, что мог Кто может Пусть сделает больше Так Поля на олени Без оленей Сейчас мы на неё и пойдём Так Слушай ты, короче Шурик Ты если медведя увидишь Не Не привет ему передай Что-то надо было мне где-то раньше Уже начать спускаться Получается Ты уже весь путь прошёл Это ни хрена Это не называется Спустился по-быстрому Это называется Ушёл чёрти куда Так Тут надо аккуратно Чтобы это Не встрять на обрыв А то я вас знаю Сейчас встряните на обрыв Ну да Это не есть Пуститься по-быстрому По-моему Можно было и быстрее спуститься Так Медвежьих следов не видать А он тут свободно ходит Тут у него есть Зона его влияния Он тут может ходить Минус 10 Температура минус 10 Слушай, а всё равно Так быстро замерзает При минус 10 А чё так быстро замерзает Чё так Чё так быстро замерзает Всего лишь минус 10 Такое ощущение Что минус 20 Так Тебе тоже еда Между прочим Это всё моя еда Это и сугрев И еда В моих условиях Так Это тоже еда Вон кто режешь Пойдёшь Ну давай метнёмся по-быстрому Но вообще на самом деле опасно На Опасно на Тут уже надо быстрее До поляны Да и до пещеры Так всё Вот этот уже мы не собираем с тобой Да Этот мы уже не собираем Нам надо добежать До пещеры Она тут вроде не очень далеко Ну нормально Так побежим Вот мимо этого камня Тут пещера первая Открытая А вторая переходная Мы сейчас сначала До открытой Пытаемся добежать Да Слушай Минус Минус 14 А Ну ты не ищешь Где есть защита от ветра Да блин Какая защита от ветра Если будут К скалам сжаться Ну пещера Вот она Она вон Вон Прям тут Рукой Рукой подать Поляна оленей Без оленей Тоже неплохо Да поляна оленей Без оленей А вон переходная пещера Так Ну вроде успеваю Притык Но успел Тут по моему уголь будет Но я наверное уголь не буду здесь брать Дрова тоже наверное не буду брать Красный факел Ну давай возьмём Всё Здесь уже плюс 19 Ура Можно расслабиться Можно расслабиться Бросить на досушку Барахло Видишь Шкуру медвежий Так Так слушай А кишков я с собой никаких не взял Да А чё не взял Вот чё шубу бы починил А ты рассчитывал Что ты Это Значится Да И это Значится Я рассчитывал Что это Значится Спим 3 часа И чешем в переходную пещеру Она там достаточно большая Там главное не блудить Сильно Погода как мы видим Всё таки Всё таки взял уголь А вот всё таки Вот жадность Она вот эта Вот она Не отпускает Её не отпускает Медведь не хочет досыхать Всё равно Всё равно 99% Пишет Ничего нету Дрова Ну их нафиг Так Всё Идём в переходную пещеру Тут какие-то вот Шиповники Но я соберу Чем не на пути попадёт Всё отвлекаться Я не буду Отклоняться От маршрута Не желаю Слушай А в переходной пещере Волк бывает Но он наверное Там на сталкере Ниже лежит Да У меня там Скорее всего Не будет Ну трупешник Волка В смысле Не живой Волк Трупешник Так Так А я выйду Я выйду со стороны Если длинных тросов Не Ну я же могу пойти И не на тросы Я же могу пойти И к логову рыболову Я знаю как там пройти Ну да Я к логову рыболову пойду Нахрен мне эти тросы Не пойдём мы Не в какие-то росы Мы пойдём к логову рыболову Нам тросы не надо Нам тросы не катят сразу Вот так Надо сначала в логове Обосноваться Так А олень у нас Может быть У пещеры Каменитёса Ой олень Лось может У пещеры Каменитёса Околачиваться Околачивать Свои копыта А может Околачиваться На топком болоте Где рыбацкий барак С оторванным шифером Стоит Да Да Но мне сейчас В рыбацкий барак С оторванным шифером Не надо идти Потому что Ну хотя Я В рыбацкого Барака С оторванным шифером Могу конечно Добежать До логова рыболова Но блин Ты учитывай Что у тебя здоровье Не восстановится Если ещё Да я понимаю Так что в пепельном каньёне Дядь Сань Там надо быть Ох Каким осторожным Костры придётся Жечь постоянно Так что Будешь постоянно В перевесе В дровяном Ну вот я сейчас Угля наберу Дров наберу Буду ходить В постоянном Дровяном Перевесе Сейчас мы тут всё Исследуем Сейчас вот будет Поворот На Право Где-то Скоро будет Поворот А вот он Он тут двойной Прямо Нам потом на выход Туда А это сейчас На обыск На обыск На сталкере ниже Здесь по-моему Даже револьвер Можно найти В этой пещере Тут тоже пещера С ответвлением Такое всё Разветвлённое Ну тут у меня Кроме угля Ничего нету А не У меня Трубишник волка Здесь лежит И фига себе Значит таки Таки бывает Он на незваном Госте И котелок есть Вот я его брать не хотел Вот я его нашёл Не Ну это я уже возьму Так Мадимой озель Мы с вас возьмём Остатки мяса Сколько у вас там чего Остатки мяса возьмём И кишки возьмём Руками возьмём Сейчас Может это ножовкой Ножовкой 50 две Мне давай ножом Калории Калории дорогие Брат Брат Алекс Нам дорогие калории Всё Шкура нам не нужна Кишки пригодятся Они продавалков Будут привлекать Ну может даже хорошо Что будут привлекать Будет мясо Так И литл мясо Я заполучил Хорошо Значит мы его ещё На выходе пожарим Ну мы сейчас Наверное дойдём До конца пещеры На этом серию Мы сегодняшнюю Закончим Зрители аплодируют Кончили аплодировать Так Теперь мне Прямо идти Да Да Так Тут труппешник У него бывает револьвер Антисептик Дрова Берём дрова Всё Всё Теперь нам Прямо на выход Ну в общем На сталкере ниже В этой пещере Много всяких Нечтиков Да Ну а сами понимаете На незваном гости Тут Тут никто вас не ждал Вы нелюбимое Дитя Матери природы Поэтому вам Мало всего Дали Мало всего Так Это уже будет На выход Сейчас По идее Если я Не туда Не свернул Ты вроде Так Куда Тут Не туда Это Тупичок Тут Уголёк Уголёк Возьмём Это всё На выход Получается Ну или В сторону На выход Надо будет Мне топливо Где-то Раздобыть Для фонаря Смотри Фонарь У меня уже Токма Наполовину Заправленный Да Вот он Он тот самый Выход Фонарь Гасим Экономить Топливо Сейчас высунемся Глянем Точно ли это Пепельный каньон А каньон ли это Не обманули ли нас Высовываемся Удостовериваемся Или удостоверяемся Да то хлобысь Полян олени Да не Пепельный Гальюн Это он Пепельный Гальюн Ну шо Ватсон Нравится вам Пепельный гальюн А Полетаете Тут на ракетике Летайте А я тебе полетаю Так А зачем мне карта Я хотел поглядеть Температуру Минус 8 Хорош температура Минус 8 Пещера такая красивая С этой стороны Да Так Ну нам надо В любом случае Огонь развести Мясо сожрать А уж потом Дальше будем думать Что нам делать Как нам быть Да нет Увеличительным стеклом Тут как-то оно Как-то оно Безвариантно будет Увеличительным То стеклом Так А че у нас там По степени усталости Конечно бы Лучше ее По максималочке Отсрочить То есть Быть менее уставшим Палка Девять штук Давай уголек Бросим один Вот наше мясо Так Вот сюда пока Бросим наши Там Ну кишки И прочее Пусть они продолжат Сохнуть Блин Берез ты волокешь Вот куда ты столько Берез волокешь Да откуда же я знаю Куда я столько Волоку Куда ты волоку Гражданка Волокушина Куда вы столько Берез волокешь Жрем Жрать могу У меня давно Пятый уровень Кулинарной Кулинарии Так Что тут у нас Грибы Перетираем Эх Ночь Получается Мне тут Придется сидеть Не попрусь Я ночью По пепельному Каньону Не там Если метель Начнется То мне будет Хана Я там Просто Нигде Нахрен Не укроюсь Поэтому не Придется нам Тут с тобой Жрать Вот это Волчать Но она Конечно Сейчас Кончится Ну значит Будешь Жрать Дальше Крекеры Будешь Дальше Жрать Сейчас Решу Себе Напарим Ядро И дрова Хорошо Разжигаются Тогда мы Палки Сожгем Еловые Еловые Жгим Уголь Жгим Хват Пока Так а что Пока Тут желательно До утра Чтобы он горел Да Желательно Чтобы он горел До утра Чтобы я С утреца Горяченького Хряпс И тигры У ног Моих сели И пошел Дальше Банки Случайно Лишние Нету Третьей Третьей Банки Нету Так и Запишем А банки Третьей У него И не было Вовсе Да Логово Рыболова Это мой Следующий Пункт Куда я Должен Притащить Свою Тельце Это Логово Рыболова Ну что ж Туда и Притащим Свою Тельце Влогово Рыболова До закипания 24 минуты Сейчас наверное Вода Кончится Потому что я Дюжу Быстро Ее Дюжу Быстро Ее Расходую Давай Поскипятим Вот так вот Добавим Сюда Еще Два литра И продолжаем Готовить Риск Растяжения Это нам Не страшно Так Ну речь Там у меня Был наверное Штук 14 Там 11 Было Я еще Сколько Приготовил Так что Рейшов У меня Много Но опять же Он дает 125 калорий 10 рейшов Это 1250 Но я Столько Сразу Не приму Потому что Мне будут Писать Вы не Хотите Пить Вот Чем Проблема Что Пить Я Не Хочу Ладно Ладно Мы Приготовим В любом Случа Все Это Правда Будет Не в Инвентарии Маячить Ну и Пусть Маячит Это Ты Ее Сейчас Выпьешь Не Будет Там Много Инвентария Маячит Шиповник Еще Дофига Шиповник Ты Когда Кончишься Не Хочет Кончаться Ты Смотри Все Кончился Чай Травяной Нет Чай Травяной Перерабатывать Не будем Так Теперь Кидаем Чтоб Тут Рядом Стояло Ну Че Мы Давай Кинем С тобой Кофе Пусть Для Поднятия Этого Нет Шесть Минут Вот Пятнадцать Должно быть Больше Десяти Минут Иначе Сгорит Так Надо Чтобы Было Холодной Бросай Холодной Сделаем Вот так Это На Старт Нам Вот Больше Десяти Минут Не сгорит У костра Если Если Меньше Десяти Минут То В результате Разогрева Тем собачим Так Теперь Костер Кедровые Дрова Уголь Ну че Уголь Пошел В путь Ладно Давай Кедровые Дрова Тоже Сожгем Так Все Девять Часов Тут Костер Будет Гореть В обычном Режиме Да Он Тут Не Будет Гореть В удлиненном Режиме Это Надо Учитывать Питаемся Пока Чаями Так Ну вроде Выпилось Есть Немного Калорий Так Восемь часов Я хрен Просплю Да Я понимаю Потому что Нет такой Сталости Чтобы Проспать Восемь часов То есть Как-то Надо еще До утра Тут Проторчать А там Метель Ох Какая Там Хорошая Метель Так Это все Тут Кипит Ну и пусть Все кипит Три часа Так Продолжаем Питаться То есть Пьем Чаи Пополняем Организм Калориями У меня крекеры Да Есть Но крекеры Еще Найдется Куда Как Еще найдется Еще будет Момент Сожрать Так Ну и Что нам С тобой Теперь Делать Ты мне Скажи Там Метет Ждать Только Если Чинить Одежду Ткани Очень мало Не надо Чинить Одежду А может Высохло Это А так Кишков Все равно Нету Она то Высохла Только Кишки Тут Течь Не Высохли Да Кишки У меня Не Высохли Значит Ждем Ждем Мы С тобой Три Часа Для Начала Для Начала Ждем Три Часа А можно Даже Не Ждать Три Часа Можно По чуть-чуть Ждать Чтобы Появлялась Жажда И ты Пил И ел Заодно Вот Это Средство Греть Не Помогло Нормально Кому Не Помогло Кому И Помогло Кострю Три Часа Нам Это Средство Очень Даже Помогло Сейчас Все Рано Крикеры Придется Жрать Четыре Коробки Четыре Коробки Это Нормально Так Спим Два Часа Не Я тут Сейчас Чуть Тимофеевки Смогу Пособирать Элитл Так Утро Вроде Как Тихо Костру Час Двадцать Восемь Клади В него Еще Один Уголь Вот Выпивай Вот Этот Чай Холодный Рейши Выходи Собирай Тимофеевку Потом Сюда Назад Приходи А сюда Давай Бросим Какой Нибудь Холодный Пусть Он Тут На Разогреве Стоит Шесть Минут Нет Холодный Шесть Минут Нет Пятнадцать Да Оцениваем Погоду Так Значит Логово Рыбалова Но я знаю Как туда идти Оно здесь В принципе Недалеко Но это будет Следующая Тридцат Тридцатого Сери Ну с четырнадцать В принципе Годная Погода Да тут Ладно Тут Лишь бы Лишь бы Метель Не началась Я Если что Присяду А я Присяду И разведу Костер Вот Ну блин Надо Чтоб погода Была Хорошая Хорошая Чтоб погода Была Если 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 Будет Ветер Фьюсь Фьюсь Метель Фьюсь Фьюсь Так У меня Вон там Угля Еще Есть На первое Время Тховать Потом Конечно Неизвестно Что Будет Так Все Тут Тимофеевки Больше Нету Не Растет Тут Больше Тимофеев Больше Не Растет Да Скудненько Мать Ее За Ногу Не Разгуляешься Так А тут Минус 20 Ветер Вот О чем Я Игу Торил О чем Я Игу Торил Все Тимофея Тут Нету Вон Пещера Моя Переходная А дальше Тимофей Тоже Нигде Не Растет По-моему Давай Глянем Минус 26 Это Вообще Никуда Не годится Минус 26 В такую Погоду В такую Погоду Хозяев Собаки Собакина Из дома Не выгонят Не говоря Уж про то Чтобы я Сам Куда-то Поперся Ну Возвращаемся В пещеру Свою Сидим Там Са Два Приблизительно Потом Чекаем Погоду Ну Ты видишь Она как быстро Меняется Вроде Вышел Было Ничего Потом Уже Ветер 26 Ну Я знал Что в Пепельном Каньоне Мне Конечно Тут Парикурить То дадут Мне тут Выдадут Парикурить Вообще Так По полному Объему Особо Не забалуешься Ну Дойти Я сюда Дошел Дойти Сюда Это Пол Дело Вот Дальше Пустарник 13 минут Не замерзну Нахрен Не замерзну Дравишки Пригодятся Покинуть Пока покинуть Пепельный Каньон Пока назад Пока не в Пепельный Каньон Пойдем Горячий 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 Очень хорошо Так Палочки Так Питаемся Съедаем Три Тимофеев Тиране Собранные Ну Там Еще Тимофеев Полно Логово Рыболов В принципе Если А то Дойду Там Еще Волки Будут Там Много Короче Будет Так Спим Приблизительно Два Часа Оцениваем Погоду Оцениваем Полдень Ну Как бы Наиболее Оптимальный Теоретически Наиболее Оптимальная Ситуевина Это Полдень Но Это Только Теоретически По факту Может быть Это И Швах Да Так и Есть Швах Налицо Швах В минус 25 градусах Налицо Нет Это Нам Не Катит Нам Хотя Б Минус Хотя Б Ветра Такого Безумного Не Был Потому Что Такой Безумный Ветер Мы Не Могем Такой Безумный Ветер Никуда Пинюрить Нам Будет Категорически Не Хорошо Нам Категорически Не Похорошей Ага Ну Что Придется Сжигать Нам С тобой Еще Один Уголек Вот И угольки Все Кончились Да Нажитые Непосильным Трудом Так Ждем Один Час Выходим На Улицу Можно Еще Сейчас Будет Поспать Чуть Чуть Костер Еще Должен Будет Гореть Когда Я Проснусь Намек На Солнце Какой Появляется Как Будто Бы 18 Облака Двигаются С Агроменной Скоростью Ну Пошли Сейчас Поспим Ну В любом Случа Короче Сейчас Серию Закончу Если Что-то Ловить Погоды Буду Следующий Просто Это Может Растянуться Сейчас Неожиданно На Пару Суток Это Запросто Запросто Может На Пару Суток Растянуться Вот Это Ловля Погоды Может Растянуться Так что Какая Она Там Я Не Знаю Мы Сейчас Проверим Да Пойдем Уже В Следующей Серии В 30 Как Было Сказано Выше Второй И Возможно Не так Быстро Как Я Собрался Мы Пойдем Сейчас Сегодня Достаточно Благодарю Всех За Внимание Увидимся В следующей 32 серии Будьте Здоровы Ватсон Давайте Прокатите Меня На вашей Ракете Над Пепельным Каньоном Большое Вам Спасибо До Свидания